Денвер Наггет совершили настоящий подвиг для своих фанатов прошлой ночью. Подопечные Мэллоуна завоевали первый титул 47-летней истории франшизы, обыграв в финале НБА 23-го года Майами Хитт со счётом 4-1. И, конечно, здесь можно говорить о заслугах многих игроков. О Мюрреи, который вернулся после тяжелейшей травмы и стал вторым лучшим игроком чемпионской команды. Можем поговорить о Джеффе Грине, который пережил за свою карьеру множество испытаний и завоевал золото лишь 36 лет и так далее и тому подобное. Но сегодня мне бы всё-таки хотелось сконцентрировать своё внимание на воистину гениальном Николе Йокиче. Хочется рассказать о том, какие рекорды баскетбола пали под натиском игры сербского центрового, чем уникальное его выступление и почему прямо сейчас именно Никола является лучшим баскетболистом планеты. Обо всём по порядку. Доброго времени суток, дорогие любители лучшего вида спорта. С вами, как всегда, канал «Оранжевый мяч» и мы вновь говорим о Джокере. Теперь уже чемпионе Джокере. Попрошу от вас поддержки под этим видео, лайк и подписка, если вы этого ещё не сделали. Небольшая реклама и поехали разбираться. А спонсором сегодняшнего ролика, как всегда, являются наши друзья из Гетто Баскет. Данный магазин славится большим ассортиментом баскетбольной атрибутики, а также продукцией других популярных брендов. Семилетний опыт на рынке, достойное качество, быстрая доставка и отзывчивый продавец. Всё как всегда. Для того, чтобы выбрать что-то для себя и оформить нужный заказ, вы можете посетить телеграм-канал магазина, их паблик во ВКонтакте или официальную страницу Инстаграм. Ссылки, естественно, будут в описании. А тем, кто проживает в Уфе, советую посетить данный магазин лично и ознакомиться с ассортиментом. Адрес указан на экране. Выбирайте, покупайте и носите с удовольствием. Николай Йокич не просто чемпион, но и самый настоящий MVP финальной серии. Да и всего плей-офф, будем честны. Человек в ключевых матчах сезона, первым, напомню, в финале в своей жизни, выдавал игры исторического уровня. Серб в пяти встречах собирал статистическую линейку из 30 очков, 14 подборов и 7 результативных передач, имея при этом процентное трио из 58 пунктов с игры, 42 с трёхочковой дистанции и 83% со штрафной линии. Это было воистину доминирующим выступлением. Да, камон, весь плей-офф был таковым. Никола стал первым баскетболистом в истории, который стал лидером плей-офф по общему количеству набранных очков, подборов и результативных передач, будучи, напомню вам, центровым. Когда Йокича спросили, каково это быть чемпионом, он без должного пафоса ответил, «Это хорошо, работа выполнена, теперь мы можем идти домой». Человек чётко даёт понять общественности, что, как и с титулом MVP, его не особо волнует мнение окружающих. Самое главное для Йокича – это семья, а уже потом баскетбол. Чему я всё это? Да не знаю, просто мне очень понравилось поведение серба. Его уважение к игрокам – хит, его рукопожатие после финальной сирены – это называется профессионализм. И такие качества тоже делают Джокера лучшим баскетболистом. Но давайте продолжим всё-таки по более объективным показателям. Итак, специально для вас собрал все рекорды серба в этом плей-офф в одном месте. Готовьтесь, цифр будет много. Йокич – первый игрок, как я сказал ранее, который закончил плей-офф лидером по количеству очков, подборов и передач. Никола побил рекорд по количеству трипл-даблов за один плей-офф. Таких у центрового накопилось аж 10. Никола – первый игрок с 250 подборами и 150 ассистами за один плей-офф. Никола – первый игрок, который набрал в отдельно взятом матче финала НБА 30 очков, 20 подборов и 10 ассистов. Йокич – первый игрок, который в решающем матче финала набрал 25 и более очков при 75% и выше реализации с игры. Это вообще уникально. Джокер – первый центровой с 2002-го, со времен великого Шакила Унила, который в принципе выиграл награду MVP финала. Серб также вошел в число пяти баскетболистов, которые собирали линейку из 30 очков, 10 подборов и минимум 5 результативных передач в финальной серии. Восьмой игрок в истории, который получил звание MVP НБА или MVP финала третий год подряд. У Никола это два MVP-регулярки прошлых двух лет, ведь в этом сезоне награду дать ему побоялись. Зато вот MVP финала от него никуда не ушло. Так и получилось. Три года подряд. Ну и самый выносящий мозг, как по мне. Никола Йокич – самый низкозадрафтованный игрок, который стал MVP финальной серии НБА. 41-й пик. 41-й Карл. Настоящий джекпот от Денвера. Как показал этот плей-офф, чтобы понять, насколько велик Джокер, вы должны внимательно наблюдать за его игрой. Даже его аналитического превосходства в баскетболе хватает, чтобы обыгрывать более атлетичных баскетболистов. Высочайший IQ в сочетании с уникальными для центрового навыками. Но лучше ли он игрок НБА? Если да, то надолго ли? Давайте подумаем. Когда дело доходит до определения лучшего баскетболиста, обычно возникают дебаты двух видов. Леброн Джеймс был номером один в течение лет так 10-15. До него таковым был, наверное, Джордан. Другие игроки могли побеждать этих гениев, но в целом в их статусе никто не сомневался. Кроме разве что хейтеров. Почти всегда все остальные боролись лишь за второе место. Сейчас же король уже совсем постарел, а нового наследника на трон монополистов сия НБА как будто бы не выросло. А если такого баскетболиста нет, то в спорах, как правило, начинают использовать второй вид. Вид достижений последних лет. Конкретные вопросы. А что добился этот парень? Выиграл ли чемпионат? И так далее. Недавно лучшим игроком считали Яниса, который вроде как и должен был перехватить эстафетную палочку у Леброна. Затем Стэв Карри влетел с двух ног в эту гонку, но все-таки Карри скорее уже признанный гений. Ему 35 лет и вряд ли он претендует на статус лучшего игрока НБА. Ему сейчас на данном этапе карьеры это как будто бы банально неинтересно. Бороться будет молодежь, как говорится. Сам Янис осенью высказывался на эту тему так. Лучший игрок останется на ногах в последнем. По такой логике Никола лучший баскетболист НБА прямо сейчас. Он только что выиграл свой титул. Он вступит в новый сезон в статусе чемпиона MVP финала. Уже дважды брал награды MVP регулярок. Никола наверное самый всесторонне развитый атакующий игрок прямо сейчас. В лиге нет более классного пасующего, чем он. При этом Йокич только что набирал по 30 очков в среднем за игру в плей-офф. Все вопросы по его игре сводились к обороне серба. Но по крайней мере сейчас он доказал, что проблемы не настолько велики, чтобы их нельзя было преодолеть. Никола был лучшим игроком постсезона. Он был лучшим игроком даже нынешней регулярки с октября по февраль. Дальше выступления Мбида несколько затмили яркость серба. Но как выяснилось, это была лишь пыль в глаза. И все же трудно говорить о том, что Карри или Янис стали хуже, чем во времена своих титулов. Янис в некотором смысле даже стал лучше. Несмотря на ужасный вылет в первом раунде от Майами. Не будем забывать про его травму спины, с которой ну очень трудно играть в баскетбол, даже на уколах. Стеф Карри тоже с годами, как кажется, становится только лучше, как хорошее вино. В первом раунде он выдал временно лучшую игру в седьмой встрече за всю историю, пока его 50 очков не были биты 51 очком Тейтума. Здесь может быть множество, если бы ДКБ, но справедливости ради оба баскетболиста не смогли зайти в плей-офф далеко. Йокич же, наученный ошибками прошлого, получивший усиление в виде здорового Мюррея и в целом сохраненного состава под плей-офф, забрал по праву свое. К тому же Николу практически невозможно остановить, но при этом его защиту нельзя назвать безупречной. Янис, к примеру, не такой универсальный игрок в атаке, но в защите может играть на уровне Дипоя. Мы живем в такое время, где практически нет безупречных баскетболистов. Каждый может быть в чем-то уязвим, и разница лишь в том, как те или иные спортсмены маскируют свои недостатки, как работают, чтобы искоренить их вовсе. У кого-то это травмы. Стеф помимо этого не имеет крупных габаритов, чтобы вести борьбу в изоляциях при дабл, а то и трипл-тимах, и его за это винить нельзя, он не виноват в этом. Эмбит травмат, Дюрант постарел и также травматичен, Дончич слабый снайпер и при этом отвратительный обороняющийся игрок. Зайон вообще не пойми что, на данный момент непонятно, что у него вообще с карьерой будет. Моран борется с криминальным прошлым, если вы понимаете о чем я. Тейтум облажался, Баттлер потух так же быстро, как и зажегся. Вот и получается, что конкурентов у Николы Йокича за звание лучшего игрока не так-то много. Не знаю, будет ли он доминировать через год, но сейчас я не вижу серьезных оппонентов на этот потенциальный трон лучшего баскетболиста всея НБА. А на этом в общем-то все. Надеюсь, что данное видео показалось вам занятным. Оставляйте свое мнение касательно будущей борьбы за титул лучшего игрока НБА. Останется ли Йокич на своем законном месте? Или его сместят уже в следующем сезоне? Будет очень интересно почитать. Спасибо вам большое за вашу поддержку и обратную связь. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылки на которые как всегда в закрепленном комментарии. Либо переходите по QR-коду на вашем экране. Услышимся в новых видео. Всего вам самого доброго. Не болейте и до связи. Субтитры сделал DimaTorzok